МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С основными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. 10 случаев заболевания коронавирусом. Таковы итоги выходных дней. Среди заболевших жители Нарьинмара, искатели Харуты Омы. Эстафета добрых дел стартовала в Ненецком округе. Первым в акцию включился телевисочный сельсовет. Ловись рыбка, соревнования по рыбалке, национальным видам спорта и конкурс снежных скульптур. В Индике состоялся третий по счету фестиваль курешки. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За прошедшие выходные дни в Ненецком автономном округе зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших жители Нарьинмара, искатели Харуты Омы. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 1046 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за прошедшие выходные дни выздоровели 8 пациентов. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 45 пациентов, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 18 человек. Находятся на амбулаторном лечении 27 человек. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора 301 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Сохраняется масочный режим. Двухнедельная самоизоляция и предоставление справок о ПЦР-тестировании для прибывающих в регион отменены. Пост и педконтроля в аэропорту снят. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Нарьинмаре и Заполярном районе можно через портал госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. В конце минувшей рабочей недели глава региона встретился с активом регионального общества слепых. В ходе встречи, в которой также приняли участие исполняющие обязанности руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина и начальник окружного управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская обсудили планы организации на 2021 год и взаимодействие общества с органами власти региона. Так, в разговоре с губернатором, председатель Ненецкой окружной организации Всероссийского общества слепых Борис Бажуков поднял вопрос о возможности предоставления нового помещения для организации. В силу особенностей здоровья членам общества неудобно спускаться в цокольный этаж здания, в котором она сейчас размещается. Председатель организации также рассказал о проблеме, с которой они столкнулись при использовании нового программного обеспечения со звуковым выводом. Оно было специально разработано для телефонных аппаратов, которыми пользуются члены общества слепых. Однако не все смогут самостоятельно их освоить. Членам объединения необходима помощь в обучении. Юрий Бездудный поручил ответственным лицам провести такое обучение. Борис Бажуков также затронул проблему перевозки по городу инвалидов на автомобильном транспорте. По его словам, для того, чтобы инвалид мог передвигаться на машине, ее необходимо занести в соответствующий реестр. Глава региона поручил проработать вопрос о внесении автомобилей всех членов общества инвалидов в необходимый реестр для беспрепятственного перемещения по Наринмару. Кроме того, представители организации обратились к главе региона с вопросом о пролонгации договора с Ненецкой нефтяной компанией в рамках социально-экономического соглашения между компанией и администрацией Ненецкого автономного округа. Компания «Недропользователь» уже не первый год финансирует деятельность организации. В прошлом году она выделила обществу более 600 тысяч рублей. Глава региона заверил собравшихся, что в марте этого года финансирование организации, которая объединяет более 120 человек, будет продолжено. В Наринмаре на площади Мороце дали старт эстафете добрых дел, которая пройдет во всех муниципалитетах региона. Первым в акцию включился телевысочный сельсовет. Подробности далее. Быть первым очень приятно с одной стороны, но при этом у нас лежит большая ответственность. Дмитрий Кубович, глава телевысочного сельского совета, принимает эстафету. Она пройдет в этом году объявленным губернатором Ненецкого автономного округа годом добрых дел во всех населенных пунктах региона. Но не нужно ждать, когда эта эстафета придет к вам. Добрые дела нужно делать каждый день. И вот прошлый год очень хорошо показал, что мы можем делать добрые дела. Вот эта всероссийская акция «Мы вместе» объединила тысячи, десятки тысяч людей по всей стране. Символично, что в ходе мероприятия была открыта ледовая скульптура «Добро Нао». Ее созданием занимались мастера Николай Вылка из поселка Красное и Виктор Вылка из Наринмара. На скульптуре изображены олень, чум и эмблема года добрых дел в виде солнечного диска и фигур людей в Ненецкой национальной одежде с поднятыми вверх руками, которые запускают в небо птиц. В празднике приняли участие депутат Государственной Думы России Сергей Коткин, сенатор Денис Гусев, председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, волонтеры, жители и гости региона. Мы с вами прошли очень непростой год. Я надеюсь, что мы его прошли, выдержали, выстояли все вместе, стали сильнее, стали мудрее. Низкий поклон нашим волонтерам, медицинским работникам, те, кто сутками практически стоял, поддерживал тех, лечил больных, поддерживал тех, кому помощь была необходима. Поэтому вот этот год действительно добро и добрые дела, они всегда противостоят злу, жестокости. Поэтому вот этот год, он действительно очень важен, очень нужен. Добро – это такое большое, с одной стороны, такая большая нравственная категория, которая должна с нами идти по жизни, в том, чтобы мы друг другу могли проявить участие, сопереживание, чтобы мы могли радоваться вместе и огорчаться тем проблемам, которые нам не дается решать. Эмблема «Года добра» была создана в рамках окружного конкурса, объявленного региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Победителем встала Дарина Талеева, студентка Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. Надо отметить, что волонтерская организация этого учебного заведения славится в округе своими добрыми делами. Ну, конечно, добро, оно всегда добрые дела ценятся. И когда ребята помогают малообеспеченным, пожилым, домашним животным, конечно, это приятно, что у них добрые ценности не потерялись. Этот год добра, на мой взгляд, сильно чем-то другим не отличается. То есть мы как с ребятами участвовали в различных акциях, и наших колледжных, и городских, и гружных, региональных. Мы так и продолжаем участвовать. Смирается добрые дела делать? Да. А что ты чувствуешь, как ты делаешь? Я становлюсь счастливой, например, и чувствую себя веселой, получается. В завершение праздника прошла акция «Оранжевая нить», приуроченная к празднованию годовщины всероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». «Ловись рыбка». В Индиге состоялся третий по счету фестиваль корешки. Его участниками стали более 70 человек. Помимо основного турнира, на площадке фестиваля для гостей организовали соревнования по национальным видам спорта, а также конкурс снежных скульптур. Репортаж Алины Ваучейской. Сердце Северного Тимана. Заснеженная и далекая Индига. Поселок, где рыбалка – один из жизненно необходимых видов деятельности. Именно здесь уже третий год подряд проводится фестиваль корешки. И рядом с вами есть такая ценная территория. Она не единственная. В Ненецком округе, на самом деле, очень крутая природа в целом, очень ценная. И вот столько много природных территорий уже создано. Миссия фестиваля – не просто порыбачить. Всё гораздо глубже. Дмитрий Рябов рассказывает о национальных парках и заповедниках. В этих краях природозащитник впервые. Приехал на Северный Тиман из Мурманска, чтобы поведать маленьким жителям Индиги о защите природы. Конечно, дети интересуются. Всё-таки здесь они живут очень близко, максимально близко к природе, в природе, можно сказать, внутри вот этого всего. И, естественно, они видят животный мир вокруг себя, в отличие от городских, например, детей. И всё это им интересно. Но наша задача была их познакомить как раз с вот этой системой особо охраняемых территорий, рассказать, для чего это, как они могут, может быть, поучаствовать в сохранении природы. Он выделяется тому, то, что вот насколько ужасно это человечество, то, что рыбы уже погибают от загрязнения. Восьмиклассница Полина Иларионова демонстрирует нам героя будущего мультфильма. По задумке автора, мальчик выловил из моря рыбу в форме пластиковой бутылки. Сторонность в том, что тут нужно как всё делать это корректно, и чтобы не было никаких помех, ну, легче это делать на специальных программах. Организаторы мастер-класса сделали упор именно на ручной труд. Техника стоп-моушен предполагает перемещение в кадре неживых предметов. Из них и получается анимационное видео. Героев для экологического мультфильма готовили даже из пластилина. Мы взяли экологическую тему, связанную, в общем-то, с рыбой. Актуальную сейчас. Это пластик. Почему? Потому что, в общем-то, и показать это можно интересно. Придумать, как выглядят рыбы под действием пластика, как может человек измениться из-за этого. И как всё это можно исправить, чтобы дети самостоятельно придумали, как вот эту ситуацию в мире сейчас можно исправить. Вниманием к природе здесь пропитано буквально всё. Даже на мастер-классе по изготовлению сувениров дети шьют игрушку в форме рыбы. Основную площадку по экологическому просвещению развернули в индексской школе. Впрочем, фестиваль корюшки – это ещё и про творчество. К выходу на сцену готовится дуэт «Невский блюз». Мария Охлебинская и Михаил Ярош добирались на далёкий север из Санкт-Петербурга, чтобы исполнить на фестивале гимн корюшки. Мне позвонил человек и сказал, что он из посёлка Индика. И что в Индике проходит фестиваль корюшки. И что он прослушал все песни, которые есть про корюшку в интернете, и что наша песня понравилась ему больше всего. И он хотел бы, чтобы мы написали песню про фестиваль корюшки в посёлке Индика. Ну вот, в общем, мы с ним встретились, поговорили, потому что мы ничего не знали ни о посёлке Индика, ни о фестивале корюшки в нём. Он нам всё рассказал очень подробно и про посёлок, и про фестиваль. В общем, так вот, собственно, у нас родилась песня. Корюшки, фестиваль, даришь нам весною, И душевник праздника не найти нигде. Путь погода наша, холодно сурово. В день проведения рыболовного турнира на реке за минус 30. Крепкий мороз и яркое солнце. С самого утра в Индигу прибывают гости из столицы Заполярья. К месту проведения фестиваля участники и зрители добирались в основном авиатранспортом. В Индиге приземлились четыре вертолёта и две аннушки. Впрочем, нашлись и любители экстрима. Вера Агапитова и Светлана Кустышева к фестивалю подготовились основательно. Даже заказали флаг, на котором изображена символика их клуба – подружки по катушке. Девушки ведут свой блог про путешествия по Заполярью. В Индигу добирались на снегоходах. Ехали мы где-то часов 12, получается, на снегоходах. Опыт, ну вот именно такой дальней поездки, конечно, он был первый. Мы обычно ездим километров 50-60 от города. В Данель-Миносово мы ездили на День ворона, в Каменку на гонки ездили. Но это всё-таки немножко потяжелее. Да, здесь получается, конечно, у нас так, ну, испытание было своего рода на прочность. Вот ещё обратно. На самом деле, на экстриме, на адреналинии, тем более, это новое ощущение, поэтому всё на самом деле это заводило, энергия заряжала. И на севере нет замёрзших людей, есть плохо одетые люди, поэтому мы были нормально экипированы, поэтому всё было комфортно. На сцене тем временем зажигает чукотский ансамбль «Кочевник». Публики демонстрируют аутентичные танцы чукотки и аляски. Артисты прибыли в Ненецкий округ по приглашению Союза оленеводов. Мы приехали сюда на снегоходах. Два дня ехали? Два дня, да. Круто. Да. А будете принимать участие в ловле рыбы? Или вы тут как-то скидки на выступление? Мы всё-таки, в первую очередь, как артисты, чтобы люди увидели культуру чукотки. И, конечно же, будет возможность, время мы поучаствуем с удовольствием. Ну, по крайней мере, будем болеть за наших девчонок. По правилам рыболовного турнира для всех участников, а их 71 человек, даётся общий старт. Каждый рыбак бежит к заранее заготовленной лунке. На льду, что говорится, и старым лад. Самому юному участнику 4 года. Ты поймал первую рыбу? Да. У каждого здесь свои секреты рыбалки. Многие уверены, что количество улова зависит от изысканной приманки. В общем, мы собрали всю информацию, какая была в интернете. Есть здесь ещё такая кормушка самодельная, в ней сгубрия или килька тоже вот опускали. В общем, пытаемся все способы ловли и спробовать. А кто-то надеется на опыт и везение. Впрочем, в день проведения фестиваля большого клёва, что говорится, не было. Нет, я второй год. В прошлом году победили? Нет. В прошлом году неудачно вообще. А в этом году думаете? В этом году тоже думаю, что неудачно. Одна всего. На ловлю корюшки организаторы отвели ровно час. Следом взвешивание улова. Тем временем на реке начали работу остальные площадки. Одной из фишек фестиваля корюшки стал конкурс снежных скульптур. Организаторы заранее заготовили огромные снежные глыбы. И теперь участники делают из них различных северных животных. Что-то рождается. Рождается? Ну, сложно или поддаётся? Знаете, это же объёмно. И надо как-то его ещё... Мало того, что здесь плоско, а там тоже объёмно. Надо же ещё объём придать этому всему. Ага. То есть у вас получается рыба, рыба и медведь? Да. Вот морда медведя, да? Вот морда медведя, вот рыба там. Вот рыба, видишь, вот голова рыбина. Ага, ладно, удачи вам. Это только на первый взгляд кажется, что вылепить фигуру из снега легко. На 30-ти градусном морозе работать инструментом довольно проблематично. Руки замерзают. Однако участники полны энтузиазма. Наша команда подружки-весенушки победила в прошлом году. Надеемся, сегодня будет тоже неплохой результат. А что за фигура у вас будет? У нас фигура самая замечательная для нашего края. Олень. О, северный олень. О, красиво. Это вы уже так... Это мы уже так зарисовочку сделали. Здорово. Одной из самых популярных стала площадка, где проходили состязания по национальным видам спорта. Свои силы в метании тензея пробует Ирина Горбонос. Я занимаюсь ими уже на протяжении трех лет. В этом году я не занималась ими, участвовала на соревнованиях в школьных. И сейчас решила попробовать себя вот именно на реке, на корешке. Здесь же традиционное перетягивание палки, а также национальная поясная борьба. Суть состязания – взять соперника за пояс и вытолкнуть его за пределы круга, либо положить на лопатки. Она всегда была у малочисленных народов севера. Да у всех народов борьба, она являлась борьбой. То есть это соревнования, обычные соревнования, борьба. Они везде участвуют в этой борьбе. И она, в принципе, у коренных народов севера похожа. То есть везде пояса, круг и выталкиваются. На празднике «Корюшки в Индиге» собралось более 400 участников и гостей с разных уголков Ненецкого округа. Многие приехали сюда за отличным настроением. Прошло это очень быстро. Мы даже не заметили, как вообще сам фестиваль прошел. Конечно же, эмоции переполняют нас. Мы очень рады, мы очень удивлены, что на нас обратили внимание. К нам прибыли даже аж четыре вертолета. И они вот прям видны здесь нам. Очень много гостей. И, конечно же, я думаю, что это удался. Фестиваль удался. И, в общем-то, люди, наверное, остались довольны. Организаторами выступили Центр развития бизнеса Ненецкого округа с участием туристического кластера. Проект был поддержан региональным департаментом экономики и финансов, а также Министерством экономического развития России. По итогам главного состязания фестиваля рыболовного турнира – самый большой улов у жительницы Нарьинмара Татьяны Шевдяковой. Алина Ваучейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Поздравили по-арктически. В Ненецком округе состоялся необычный флешмоб. Поздравление с женщинам к 8 марта написали прямо на реке. Почти 40 снегоходов, крепкий мороз и отличное настроение. Наш следующий материал – скачгартинской курии. Последнее приготовление перед финальной частью флешмоба. К месту проведения акции подтягиваются снегоходы, чтобы стать частью поздравительной надписи с 8 марта. Участников не пугает, не весьма ощутимый мороз, не пронизывающий ветер. По ощущениям все минус 30. Я бы не сказал, что холод. Шикарная погода. А кому вы посвящаете свое участие в этой акции? Своей жене, тёще, маме, всем любимым женщинам. Участие в акции принимают не только мужчины. Среди любителей снегоходной техники – женщины и дети. Семья Прилузских, например, приехала в полном составе. Мы всегда ездим, всей семьей катаемся, каждые выходные. Почему решили принять участие в такой акции? Необычно, здорово, приятно женщинам сделать. Егор, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что здесь будет сейчас происходить? Делать восьмерку на 8 марта. Из чего будете делать? Из снегохода. К личному участию в акции организаторы кинули в социальных сетях и приглашали потенциальных участников при личном общении. Минимально необходимое количество участников, чтобы надпись получилась, должна составлять не меньше 37 снегоходов. И большинство откликнули с удовольствием. Надо принимать участие в таких мероприятиях и делать больше таких мероприятий. Почему? Ну, как бы хоть как-то народ развлекать. Среди участников и глава региона Юрий Бездудный. Губернатор признается, пропустить такое событие не мог. Сама идея очень интересная. Едва ли найдется еще где-то край, область, регион, где с 8 марта можно выложить снегоходами. Наверное, только мы одни, где такие крепкие морозы, где снег, где каждый практический житель перемещается на снегоходах. Поэтому замечательная, добрая акция, я тоже решил в ней поучаствовать. Флэшмоб организовал региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Акция «Для вас любимая» проходила по всей России. На снегоходной технике впервые. Северный регион, снегоходы являются основной видом транспорта. Сейчас много ездим, когда по территории региона достаточно большое количество девушек, женщин за рулем снегохода ездят. И вот как одна из форм выражения любви и благодарности перерастает в эту акцию. Вот от слов переходим к делу, пытаемся набрать фигуру с 8 марта. Более часа на подготовку, выстраивание снегоходов в надпись, чтение стихов для любимых женщин. И вот он финал. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. До встречи.